От идеи к воплощению в Ядрине началось благоустройство центральной улицы Комсомольской. В прошлом году город стал победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». За ходом работ следил Рифат Ваткулин. Тот случай, когда шум у строительной техники под окнами даже рады. Улица Дриной в километр меняется на глазах. Завозятся тонны щебня. Так идет подготовка основания для укладки асфальта. Я знаю, что здесь будет дорога с односторонним движением, тротуары, зона отдыха, скамейки и будет новое освещение. Вот то, что это делается, мне нравится. Вот такого масштабного, чтобы в Ядрине, ничего же не делали. Правильно? Все только там, вот, Чебоксары, Чебоксары, я не знаю, там, Москва. А у нас такие малые города и как-то все задвигается. Вот. Ну, а же моногород, по сути дела, да. Вот. И такие проекты масштабные, это, конечно, спасибо. Красочная иллюминация, необычные архитектурные конструкции, старинные дома с мезонином, новые торговые павильоны. Авторы проекта органично хотят соединить прошлое и настоящее древнего города. Прогулки по улице Комсомольской станут куда приятнее. Грант, который Ядрин получил за победу в конкурсе, составил 40 миллионов рублей. Еще 20 добавил республиканский и местный бюджет. Вообще, изначально мы планировали в мае этого года начать все эти работы подойдет дорожной подготовительной. Но из-за того, что в этом году и погода нам помогла, и сказалось, и, сами видите, уже середина марта, уже как сухо, реконструируется сама площадь Победы. И, надеясь, что реконструируется с вечным огнем, с памятниками неизвестного солдата. И появится тихая городская зона для выхода людей, горожан на нашу набережную. Сделать город более современным и в то же время сохранить уникальный колорит – так представляют себе конечный результат и жители, и муниципальные власти. Жители города Ядрина очень довольно-таки активно участвовали в этой работе. Многие на сегодняшний момент уже отзываются, что вот этот кусочек, скажем так, улицы будет одним из лучших в городе Ядрина, отвечать современным требованиям мало городов. И я думаю, что вот этот импульс, который будет задан, он распространится на весь город. То есть повысит активность жителей в этих вопросах, скажем так, сподвинет и администрацию районов, и администрацию города, чтобы они еще больше заостряли внимание на комфортности проживания жителей. Работы должны завершить до конца года, но есть надежда, что успеют пораньше, до сентября. Тогда появится шанс поучаствовать в очередном конкурсе, но уже в качестве исторического поселения. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова